Привет, Сум Чехонник! Сегодня я решил поговорить об игре Vizyndas Folk. У меня Combined Edition, которая вышла в конце прошлого года. А так, игра впервые появилась 10 лет назад. Базовая игра представляет из себя дуэль между Восточной и Западной Германией во время Холодной войны. Игра длится максимум 4 раунда, то есть 4 десятилетия. И игра может закончиться следующим образом. Если в одной из стран в конце раунда будет 4 больше вот таких же тонов протестов, тогда эта страна проигрывает. Тоже есть дополнительные условия, если Западная Германия не смогла сломать экономику Гадер за эти 4 раунда, тогда Гадер тоже выигрывает. А далее поговорим, как же протекает сама игра. Для каждого раунда есть свои, как видите, уникальные карты. И они должны погрузить вас в атмосферу той эпохи. И каждый раунд еще делится дополнительно на 2 части. В начале каждого раунда игрок получает 2 карты закрытых. И потом выставляется 7 карт открытых. Плюс еще специальная карта для Гадер. В данном случае строительство Берлинской стены. И во время своего хода игрок берет одну из вот этих карт. Применяет либо ее эффект. Либо он делает одно из трех основных действий. Когда вот эти карты первый раз закончились, тогда открываются новые 7 карт. И потом, когда второй раз эти карты закончились, тогда сам раунд заканчивается. И подводим итоги десятилетия строго именно в таком порядке, как здесь нарисовано. И потом, как я уже говорил, в самом конце раунда проверяем условия победы. Как видите, многое, что зависит от карты. Карты бывают разные. Есть карты, которые явно выгоднее одной из стран. Но это, в принципе, указывает цвет. Если желтый, тогда ФРГ. Если красный, тогда ГНР. Но также есть карты смешанного типа. То есть, карты красными буквами. И игрок, выбравший такую карту, может проигнорировать один эффект. А так ему всегда надо выполнить то, что написано полностью, если он выбрал эффект карты. Далее, вот эти три основных действия. Первое из них – развивать экономику с помощью строительства. Ну, каждая карта имеет очки строительства. Если там указаны две цифры, тогда, в каком случае, данная страна имеет, например, в этом случае, ФРГ – три очка, а ГДР – только одну очку. В принципе, можно за одну очку строительства построить одну фабрику. Или же построить один участок дороги. Также, если фабрики соединяются полностью друг с другом, тогда увеличивается стоимость самой фабрики. Тогда этот треугольник поверачивается вперед. Второе действие – можно брать с Федеральной земли один кубик недовольствия. Если в Федеральной земле находятся четыре таких кубика, тогда выставляется этот жетон массовых протестов. Игра, как бы, уже начинается с тремя кубиками недовольствия почти везде, кроме вот этих федеральных земель, которые были под англичанами, французами и американцами. Ну, в принципе, как бы, нужное действие, особенно под конец игры. А так, в принципе, редко, когда кто-то ее выбирает, так как на картах есть возможности получше. Ну, и последнее, третье действие – это увеличить уровень жизни. Игрок может поместить до трех дисков в разных землях. Один диск за стоимость фабрик в размере 3. То есть, в этом случае, в Федеральной земле Гессен, игрок мог поместить даже три таких диска, потому что стоимость сейчас 11. Ну, тогда, как я уже говорил, уровень благосостояния повышается. Из плюсов – каждый такой диск, когда он ставится, он ликвидирует один кубик недовольствия. Из минусов – если развить страну неравномерно, тогда недовольствия охватят другие регионы. И также надо смотреть на ограничивающие регионы соседней страны. И если в другой стране уровень жизни выше, тогда в конце раунда страна с более высоким уровнем может атаковать соседний регион другой страны. И тогда помещаются кубики недовольствия у противника. И далее, говорим еще, как же оценивается достижение в конце десятилетия. Ну, как видите, есть несколько треков на игровом поле. И также есть один трек внизу. Внизу то, что есть это, как бы, учитывает побеги. Тоже смотрим на сыгранные карты, где есть вот такой символ убегающего человека. И там, то есть еще, учитывается некоторые факторы, в принципе, это влияет на экономику ГДР. Чем больше убегает, тем больше надо ликвидировать построенные фабрики или участки инфраструктуры. Эти три трека в верхней части, там есть трек Престижа Априлля 1-го игрека, а также есть там конкретный эффект, который тоже сразу применяется. Но обычно довольно неприятно. Средний трек с долларом довольно интересный, он касается только ГДР. И этот трек показывает, ну, как бы, гонку пропаганды. То есть за уровень жизни в ГДР надо платить. Если ГДР этого не может, тогда опять надо демонтировать фабрики. Ну, как бы, они остаются на доске и в таком, как бы, сломанном виде, со стоимостью 0. Ну, типа для показухи. То есть, как бы, мы говорим, у нас есть фабрики, но, в принципе, они не работают. Ну, тоже есть условия, если в ГДР нечего демонтировать, тогда ГДР сразу проигрывает. Потом, как видите, следует проверка уровня жизни в каждом регионе. И потом сравнивается они между собой, внутри страны, и потом между соседними регионами у обоих стран. Если кто-то имеет более высокий уровень, тогда он может атаковать соседний регион другой страны. Ну, и, в принципе, в конце есть у ГДР еще возможность провести террор и убрать разные очаги недовольства, если у него есть карты для этого. И так же посмотрим на последний трек социалистов. Ну, тоже, если в этом квадрате были бы вот такие розовые кубики, тогда они могли бы быть поставлены вместо синих кубиков. То есть, подавляем очаги недовольства. Ну, и потом, как я уже говорил, проверяем количество жетонов массовых протестов. Если все в порядке, игра продолжается, если не, тогда игра сразу заканчивается. У игры есть множество исторических нюансов, исключений из правил. Например, Берлен, естественно, разделен. В западном объявлении нельзя строить фабрики. Эта часть города зависит от доноров. Гамбург тоже имеет специальный статус. Он может принадлежать двум разным федеральным землям. На стороне ГДР играют дружественные Польша и Чехословакия. Ну, в принципе, для тех, кто играл игры подобного рода, можно показаться, что все тут довольно знакомо. Но это точно не Ticket to Ride. Хотя оба стороны могут совершить, в принципе, те же самые действия. Они играют обычно по-разному. ФРГ атакует, ГДР защищается и хочет выжить в конце игры. Также надо, по-моему, сыграть одну-две партии, чтобы увидеть, какие карты присутствуют в игре. Но я бы посоветовал сыграть за каждую сторону одну партию. То есть, тогда вы будете более-менее знать, на что рассчитывать во время раунда. Для ФРГ важно постоянно создавать давление на ГДР. Иначе вы, в принципе, позволите ГДР создать благоприятные условия для выживания. То есть, я думаю, что не надо особенно тратить вот эти две карты в руке. То есть, выставлять за собой угрозу в запасе. А так, в принципе, вся информация открыта. По опыту могу сказать, что ФРГ труднее победить. Но это тоже возможно. И обычно это случается, как я уже говорил, в четвертом раунде. И это получается, ну, при таком довольно сильном труде. Мгновенную победу ФРГ при полном коллапсе экономики ГДР или, наоборот, победу ГДР при полном выпуске кадров коммунистов. То есть, когда все розовые кубики выставлены на игровом поле. Я пока что не видел, но близко тоже было. И это как бы создает дополнительную угрозу. Это отвлекает от ваших основных планов. И на это надо тратить ваши силы. Ну да, игра довольно абстрактная. И этому способствует тоже весьма посредственное качество и самооформление. Но, как бы я уже говорил, в похожих играх с треками вы постоянно тянете канат туда-сюда. Ну, первые две партии, я бы сказал, не берите в счет. Так как там победы часто будут очевидны после, например, там второго или третьего раунда. Но когда игроки уже хорошо знают карты, понимают игру и свои сильные, и слабые стороны, он тогда победитель обычно определяет самый последний момент. То есть, удастся ли ГДР выстоять перед натиском ФРГ или нет. Указанное время на коробке 2 часа соответствует истине. Если игроки не слишком тратят время на обдумывание своего хода. Но это не все. В игре есть тоже дополнение 2 плюс 2. То есть, это позволяет играть четверо. Он добавляется с СССР и США. Но об этом я расскажу в другой раз. На этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в другой раз.